Тортик для мамы. Ну вот я и добрался. Ты Виктор, да? Да, да. Скажи, что ты здесь делаешь? Пришла, посмотри. Три простых вопроса. Да. Сколько стоит машина, сколько на нее налог и... Джей. Ты что? Я вас познакомлю с очень интересным человеком. Начинается с осилия некачественных инфобизнесменов, которых учат и пускают пыль в глаза. Мы сделаем полностью здесь весь дом. Я вообще с детства занимался каким-то творчеством, резал по дереву. А что делать? Покойный, ребят. А, блядь, он все рассказывает. Стоит замолчить. Всем привет. Только вчера мы вернулись из Африки. И уже сегодня я еду в Крокус Сити Холл. на Синерджи Инсайд Форум. Меня туда пригласил университет Синергии. И там будет выступать Хач, Ксения Собчак, Иван Ургант. В общем, много интересных спикеров. Сими Нихин, кто знает его. Как обычно, более подробная информация будет по ссылочке. А также хочу сказать, что осенью будет проходить не менее интересное мероприятие, которое называется Синерджи Глобал Форум, на котором будет присутствовать Арнольд Шварценеггер. И помните, тот миллионер, который танцевал в Инстаграм. Сегодня выступает Дмитрий Портнягин. Постараюсь что-то интересное для вас поснимать. Честно говоря, я впервые на таком мероприятии. Уверен, будет интересно. Жень, Жень, у меня к тебе такой вопрос. У нас есть три образовательные такие огромные организации. Это Синерджия, это Бизнес Молодость и третье это Сколково. Чем они между собой отличаются? Руководителями, подходами, заработком, денег. На одном учат, просто учат. В другом во время обучения говорят, давай, 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 быстрее, быстрее. А в третьем еще берут очень большие деньги за выступление. Вот сами думайте, кто кем будет. Хорошо, ты сам проходил какие-то курсы? Нет, нет. Вообще не одни. Нет, естественно, я за образование, за любое. Но я за самообразование. Когда ты строишь бизнес, тебе понятно, тебе конкретно не хватает знаний в определенной области, нужно идти и поучиться. Я потрачу свои пять дней жизни на эту программу и посмотрим, что из этого получится. Если будет говно, я так честно... Обещаешь организацию? Да, обещаю. Стараюсь. Ребят, если это не состоится, карандаш виноват. Тортик для мамы. Ну вот я и добрался. Погода, конечно, вообще арк. Вот материал уже выгружает. Но сначала к маме. Мама! Мамы нет. Так, здесь у нас блок-хаус, резище. Здрасте. Здравия желаю. Привет. Привет. Ото помене. Привет. Ты Виктор, да? Да, да. А Виктор, кстати, мой подписчик. У меня много кто из людей откликнулся на мою просьбу помочь доделать баню. И Виктор, кстати, самый ответственный. Эти мне и понравилось, да. При этом он сам выбирал материал, за все волновался, постоянно фотки мне слал. Так, что мы привезли? Блок-хаус, да? Блок-хаус привезли. Утеплитель, да. А, тут вообще весь гараж тебе завалили, да, Пав? Это вот хватит вот этого на весь дом? Вот это да, на весь дом. Кажется, вообще мало так. Это не мало. Это 240, да, блок-хаус? Да, это самый широкий. Ага. Ну, шире его не бывает. Так, ну что, мы блок-хаусом, а эти, как ее? Плитку то, что ты смотрел. Ой, не плитку, не нашел ты, да, пока? Плинкерную плитку. Я там был, но там ценник от 1350. Но это не актуально. А может быть, у нас здесь в Можайске есть поехать камень взять? И вот ты был, Ваня, у меня? Нет, я... Ваня? Да. Очень сильная штука. Он тебе не будет ничему учить. Самое главное. А что он делает? Он тебе будет предупредить, давать игровую механику, где ты себя будешь проявлять, и ты видишь, какой ты внутри по-настоящему. Что-то круто. Я сам не проходил, знаю реально стоящих предпринимателей, которые проходили. Я бы сам прошел. Круто. Поехали со мной в Варс. Когда будет? С первой победы мы. Барселона. С первого по пятого мая Барселона. С первого по пятого мая ты прям в точку попал. Я прям не знаю, чем себя занять. Слушай, я сейчас еще позвоню Павляну. Поехали. Слушай, что ты здесь делаешь? Я пришла посмотреть на Женю Гамбрюгина. Не, ну серьезно? Нет, ну не только. Я на самом деле очень люблю подобное мероприятие. Я считаю, что я считаю, что всегда нужно совершенствоваться. Нет, ничего невозможного, нужно стремиться. Круто. Неожиданно от девушки такое вообще слышать. От блондинки. Голубоглазые. Знаешь, у девушки успешные от неуспешных отличаются. А вот Таня, красивая девушка, вышла бы замуж. Зачем тебе этот шоу-бизнес, бизнес вообще? Подожди, ты не замужем? Нет, это не самооценное. Почему девушка занимается личным развитием? Потому что не хватает самой реализации. Это правильно. Многие девушки выходят замуж, сидят дома, крутят долму и забывают о собственном личном развитии. Хоть он говорит про пингвинов на всю Россию, сказал. На самом деле, на самом деле, это наш монтажер Женя. Мне к губам просто приляпало. А где он? Я не говорил. Ты Женя? Это он, он, да. Женя, ты что? Сейчас я вас познакомлю с очень интересным человеком. Помните куртка у Шапкарина, которую он подарил дневнику Хача? Мне очень понравилась эта куртка. Видите, на мне сейчас находится куртка такая самая обычная. В общем, я решил встретиться с этим человеком и заказать у него куртку. Собственно говоря, вот он. Здорово. Вот они, да? У тебя несколько курток. Давай показывай, что приведет сразу к делу. Примерочка. Это самый волнующий момент. Огонь вообще. Вот тут я понимаю. Напишите в комментах, как вам. Крутая куртка, нет? Я не специально привез мне еще красную куртку. Сказал, что мимо нее, когда ты ее одеваешь, мимо тебя никто не радушным не проходит. К сожалению, нет моего размера. Но я готов отжать ей эту куртку. Не моего немножко размера, но выглядит вообще шикарно. Посмотрите. Здорово, красавец. На красивой машине? Здорово, брат. Привет. И я по тебе. Ну что? Мы с тобой сколько спали вместе? Давай покажешь? 22-ые катки. Жизнь. Рыжий салон. Офигенно. Слушай. Да? Так, три простых вопроса. Да. Сколько стоит машина, сколько на нее налог и сколько стоит страховка? Ты сейчас на сцене привет передашь мне. Тебе привет передашь? На сцене, да? Обязательно. Скажешь своему дорогому другу Александру Канашову, а я тебе батл за это сделаю. Из путешественника номер один. Ребят, смотрите, чем отличается, когда бизнесмен ведет и когда просто шоумен, бизнес-тренер. Сейчас на сцене шоумен, бизнес-тренер. А вот бизнесмен. И сейчас посмотрите, в чем будет разница выступления. Просто смотрите, он заводит толпу и как бы долго от этого никакого особо не будет. Чисто мотивация секундная. Да, это было жестко. Но я сказал, чем отличается бизнес-человек и бизнес-тренера, поэтому я это позвал чисто как эксперимент. Это было с премьерами, никогда не повторится, только для женщин. Я просто люблю женщин и я решил подделать. Вышли накиды курсов, повышение квалификации, там я не знаю, ну какие-то тренинги. Вышеобразование, например, у меня серебряная медаль, высшее образование, красный диплом. Пошел на МБА, полгода отучился, бросил. Почему бросил? Ну потому что у меня знания важны. Там салют туфтол какой-то, гнать, вода, и мне это не нужно. Я не против курсов, я не против инфобизнеса, я против конкретных мошенников, которые присутствуют на этом рынке. Потому что человек, не добившись результата, начинает тебя учить, как добиваться результата. Это сакс. Это вот эти бизнес-тренеры, которые в интернете, в основном на ютубе, да? Ну конечно, есть такие ребята, просто зашквар. Второе, человек, например, тренер по продажам. Если он знает такую уникальную методику, как продавать, он может колоколом и продавать. Да, зачем ему кому-то учить? Это то же самое. Ты учишь и зарабатываешь путь сумм денег. А я спросил одного тренера, зачем ты учишь? Он говорит, за тем, что нет геморроя, нет никакой ответственности, я не рискую с опытом и деньгами, а это слабость называется. Человек сдался, и когда у него не получилось в бизнесе в своем, он пошел учить, как запускать бизнес. И начинается засилие некачественных инфобизнесменов, которые учат и пускают пыль в глаза. Надо, чтобы она высохла, чтобы ее делать. Да, конечно. Смотри, вот такой темы нельзя. Я скидал уже фотку. Ну да. Да, вот, вообще отлично. Он неубиваем просто. Он смотрится шикарно. Можно же такое сделать? Да, конечно. Что, пойдем наверх? Что наверх? Кривой пол, да? Ну, судя вот от этого угла и к тому углу, перепад 3 сантиметра. Я не могу на такой пол, чтобы ребят паркет положили. А вообще нормально, что на фанеру кладется? Сюда, по идее, подложка еще нужна. Не просто на фанеру. Просто не понимаю, на хера была фанера? Или фанера не надо? Нет, фанера, она выравнивает основную площадь. Ну, вот так вот намутили они мне здесь. Не, ну, в целом хорошо. Ну, вокруг дома ходил. А ты почитал форум, нет? Я форум где-то до 8 страницы почитал. Там, б***ь, у меня охота взять листочек, ручку и начать выписывать. Просто люди, ну, порой такие разногласия там начинают писать. Короче, ребят, чтобы вы поняли, я ссылку оставлю, просто зайдите, у меня целая ветка есть на форум Харосе. Там клел, там клел. Там просто пуканы бомбят у всех, там такой, дом-то вы развалится. А у тебя? У тебя своя фирма, да, то есть ты занимаешься? Ты говорил, там что-то и эту строил. Универсиаду. Ну, я вообще с Казани, как бы. Там пока была программа универсиада, там работали. Ненормально. То есть все-таки на форуме были правы люди, которые говорили, что достаточно нагелей, больше ничего нет. Конечно, нагеля, деревянный гвозди. Они забили гвозди, вот, соответственно, когда у тебя на улице мороз, у тебя гвоздь покрывается инием. Ну, оно выделять холодно начинает. Это неправильно. Это неправильно, нет, абсолютно. Не должно быть соприкосновения металла с деревом. Короче, ребят, смотрите, какой Виктор. Вообще все знает. Тонкости. Тонкости, да. Ссылку на него оставлю. Кому... Обращайтесь. Тонкости к нему, кто хочет тоже себе сделать дом. Но на самом деле, я вам советую подождать, посмотреть, что у меня получится. Потому что мы сделаем полностью здесь весь дом до конца доделан. Да. Потому что прошло уже три года, и мы никакого доделаешь. Сделаем под ключ, да. И если посмотрите, если вам понравится, обязательно обращайтесь. И я думаю, что мы с ним хорошо подружимся, и он вам скидку сделает. Сто процентов. Ну все, сюда. Три простых вопроса. Да. Сколько стоит машина? Сколько на нее налог? Сколько стоит страховка? Сложный вопрос. Тяжелый вопрос очень. Давай по цене, ребята, просто посмотрим, сколько новые стоит Донтайга. Налог где-то 300 плюс в год. А сказка? Каска по-братски сделали за 550. А так? А так полтора. Жесть. Ну все по-братски, в общем. Ну, короче, скажи впечатление твоего. Че тебе больше всего здесь знает? Все? Это огнище. То, как едет эта машина, ни одна машина так не ездит. 608 лошадиных сил, 4 секунды до сотни. Нереальная отделка салона. Все прошито, все. Ну ты видишь, да, офигеет. Это самая дорогая машина, в которой я когда-либо сидел. О, это самый-самый быстрый и дорогой. А мне еще нравится здесь крыша круто сделана. А есть в ней что-то такое, что нигде нету? Может быть, что-то такое есть? Какая-то опция? Или ты пока еще не разобрался. Прокатиться просто. Ты сколько на ней ездишь второй день, да? Да. Было 100 километров, сейчас 300. А народ как реагирует? Все вот так показывают. Лайк. Смотри, Гаврилин. Сейчас я видел Гаврилина. Я ему говорю, ну что ты считаешь о тебе бизнес-тренингах, об этой всей фигне? Вот. А он говорит, да, это все лажит. То, что ты говорил, как у тебя загорелось, ты полетел в Китай и там начал делать какие-то там реформы, увольнять сотрудников, переносить офис. А он сказал, что это все фигня. И я ему говорю, слушай, а что вы бизнес-баттл не сделаете с ним? И он мне сказал, что попросил меня, чтобы я тебя уговорил. Я тебе смогу говорить с ним бизнес-баттл? Ребят, пишите в комментах, хотите бизнес-баттл? Вот человек, который считает, что бизнес-тренинг это очень круто и который поднялся и... Ну, пацаны, Бентли, блин. И Гаврилин, в принципе, тоже не бедный человек в свой бизнес и он говорит, что нифига. Да он не против бизнес-тренинга. Но мне кажется, это будет очень интересно, да. Смотрите, мы сейчас с вами пройдем за сценой, посмотрим, что творится. А здесь никого нет. Ты перерыв вышел? Ты здесь? Давай. Вот так готовятся маньяки. Да. Все, спалились, ребята. Чем это вы тут занимаетесь? А что вы делаете? Спокойно, ребята. Мы распиваемся. А, готовитесь? Мы берем высокие ноты. Совсем скучно выступают. Надо же, знаешь, так сделать, чтобы запомнилось надолго. Я понимаю, сейчас ваша очередь, да? Да, да. А как портнягин распивается? Он жрет. Дим, ты же похудел. Или теперь лям не надо отдавать, можно есть? Это очень редко, это вообще... Лям отдавать не надо, теперь можно есть, значит, да? Давай, поделись со зрителями, какие эмоции у тебя сейчас. Дыхание сперло? Нет, эмоции зашкаливают, я люблю выступать. Ты прям жаждешь это, да? Я кайфую, а соню всегда заряжаюсь. Сейчас зарвешь? Не знаю. Тоже? Ну, YouTube, она такая тема для меня новая, но в то же время... Но при этом ты ее уже начинаешь двигать, понимаешь? Я уже начинаю двигать. Всем ютуберам помогать. Сейчас все начнут, короче, ютуберы, все блогеры, говорят, а, блядь, он все рассказывает, стой, замолчи, блядь. Нет, сейчас вся аудитория, этот 5 тысяч человек, создадут свои блоги в результате. И будут все-таки с камеры стоять. Я говорил, что я приду на YouTube и сделаю свою инвалидность. Дмитрий Павловин. Новый Батвиш.